Вы слушаете Финам.ФМ, 99.6, в эфире передача «Револьвер» и ее ведущий Андрей Широков. Сегодня мы посвящаем передачу обыденной темы, с которой мы сталкиваемся практически каждый день, и не просто практически каждый день, а это то, что сопровождает нас ежедневно, это твердобытовые отходы, или просто в народе говорят «мусор», тот мусор, который образуется от нашей жизнедеятельности. Будем говорить с вами о твердобытовых отходах, будем говорить с вами о бумаге, пластмассе, пищевых отходах, и все, что как бы рядышком производное, и все предметы, которые получаются, если мы вместе железо, бумагу и пластмассу соединим, то есть это то, чем мы каждый день пользуемся. У меня два гостя. Милушкин Сергей Юрьевич, президент национального СРО, операторов по обращению с отходами производства и потребления, правильно? Да, правильно. Добрый день. И Минин Альфред Альфредович, генеральный директор ассоциации поставщиков и переработчиков мусора, зампредседателя комитета ТПП Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Добрый вечер. Все правильно, да? Правильно. Ну, наверное, первый вопрос у меня к Сергею Юрьевичу. Сергей Юрьевич, что такое все-таки мусор в нашем современном понятии? Ну, вообще, определения мусора как такового нет. Есть определение отходов промышленных, твердых бытовых или коммунальных отходов. Дается оно в 89-м федеральном законе, который, кстати, на сегодняшний день должен претерпеть кардинальные изменения. И мы надеемся, что с принятием поправок, которые сегодня находятся на пути между правительством и Государственной Думой, многое изменится в системе обращения с отходами. А так вообще твердые бытовые отходы – это потерявшие свои потребительские свойства, товары, упаковка, которые в дальнейшем не могут использоваться для того, для чего они выпускались. Поэтому, кстати, и в определении твердых бытовых отходов тоже сейчас вносятся изменения, потому что тоже федеральный закон четко не давал определения, что же это такое. И поэтому при обращении с этими видами отходов возникали определенные трудности, которые мы испытываем вместе с вами. — То есть сегодня надо говорить не мусор, а твердые бытовые отходы жизнедеятельности человека, да? — Да, да, Андрей Иванович. — То есть, наверное, вот такое будет правильное понятие. Но вместе с тем мы выкинь мусор, убери мусор, да, давайте мусоросжигательные заводы строить, мусороперерабатывающие предприятия строить и так далее. И когда же все-таки исторически навалилась на нас вот эта проблема твердых бытовых отходов в современном понимании, Альфред Иванович? — Ну, мусор, если позволить, я буду так называть, все-таки мусор, он как бы ближе... — К бытовому понятию, да? — Да, то есть мы все время, правильно, как говорите, каждый день с ними сталкиваемся. Если мы говорим не юридическим языком, что правильно сказал Сергей Юрьевич, это, конечно, твердые бытовые отходы. А так в повседневной деятельности мы апеллируем название мусор. И мусор, он, в общем-то, зародился с появлением человечества на Земле. Когда возник человек, возник, в общем-то, и мусор. До его появления, в общем-то, в природе мусора не было. Был кругооборот материалов в нашем мире. И с развитием производства, с увеличением человечества по численности, все больше и больше появлялся мусор. Он изменялся и качественно, и количественно. И вот сегодня, по происшествии такого длительного времени, мы с каждым годом все больше и больше сталкиваемся с проблемой, что же все-таки делать с мусором. И, естественно, самая здравая мысль — это не захоранивать, не выкидывать его, не загрязнять природу и экологию человечества, а что-то с ним делать. — Это мы поговорим с вами попозже на эту тему, да? На сегодняшний день, уважаемые радиослушатели, средний показатель на каблении ТБО в России — это 55 миллионов в год. Правильно? — Сергей Юрьевич. — Да, цифра близка к правде той, которую мы знаем. Но на самом деле, когда эта цифра, которая приводит в официальные статистики, свыше немного более 50 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Расчет делается, исходя из нормы образования отходов, 350 килограмм на человека и умножается на количество жителей в Российской Федерации — 142 миллиона. Однако, на самом деле, эти цифры разнятся, когда делаются при подготовке тех или иных исследований, для того, чтобы точно понять, сколько образуется отходов, то на самом деле цифра разнится до двух раз. Поэтому вопрос, сколько образуется отходов, а отсюда вытекает вопрос, и как с ними бороться, или как правильно обращаться с отходами, начинается с того, что у нас отсутствует достоверная статистика для принятия правильных управленческих решений. — Но статисты говорят, что каждый год идет прирост твердых бытовых отходов где-то порядка 5%, да, Александр Александрович? — Ну, я думаю, что может даже и больше. И вот правильно сказал Сергей Юрьевич о том, что необходимо систематизировать вообще подсчеты мусора. Как их считать? И цифры разнятся колоссально в разы, могут разниться и в два раза. Та официальная статистика, которая соответствует подсчетам, и та, на самом деле, сколько человек выкидывает. Это же зависит от того, от благосостояния человека. Мы, если берем село или берем город, то будут и разные нормы накопления этого мусора, соответственно, будет и разное его количество, которое будет образовываться на человека. — То есть цивилизованный город накопление дает совершенно другое? — И совершенно другое накопление, и совершенно другой состав мусора. И если это одна из самых больших проблем, население говорит о том, что у них нет мусора, и они не хотят платить деньги за его сбор, утилизацию. Это вообще проблема тех транспортировщиков, которые с ними работают. — То есть при той цифре, которую мы с вами называем, примерно 55 миллионов тонн мусора, и при росте где-то более 5% ежегодного мусора, все это надо собирать, перерабатывать, утилизовывать, и как бы круговерть этого мусора в нашем постоянном сознании присутствует, да? Что с ним делать? И примерно получается, что каждый день, только давайте задуматься с вами, горожанин выбрасывает от килограмма до полутора килограмм мусора, да? И многие даже не задумываются, что когда дома они заглядывают в холодильник, то там, конечно, есть продукты вкусненькие, но вместе с тем эти продукты упакованы в упаковку, которые становятся мгновенным мусором, как только мы выпили сок, молоко, съели сырочек, или там яички разбили из некого пластикового накопителя, где аккуратно эти яички лежат. И у нас на сегодняшний день происходит огромная проблема. Куда этот мусор девать? Каким образом вообще в России сегодня происходит утилизация мусора, Сергей Юрьевич? — Ну, вот очень хорошая ремарочка была перед этим, Андрей Вячеславович, и разговор о том, что мы что-то скушали, и упаковочку надо утилизировать. — Причем купили, нам пальтишко упаковали красиво, в пакетик мы идем, радуемся. И в конечном счете эта радость заканчивает тем, что пакетик-то надо утилизовать. И пальтишко лет через 10 надо утилизовать. — Да, да. Итак, первый момент. Чем красивее упаковка, тем лучше рекламные ходы, тем больше вероятность, что покупатель купит тот или иной продукт. При этом качество продукта, конечно, имеет важное значение, но мы зачастую все-таки гонимся за упаковкой. Поэтому наличие упаковки в каждом следующем, особенно в пищевых продуктах, это важная составляющая нашей жизни, которая на сегодняшний день, вот если брать за последние 20 лет, кардинально изменила морфологию того самого мусора, о чем уже говорил уважаемый Альфейд Альфейдович. Вот это первый момент. И возникает вопрос, а куда эту упаковку девать? Если мы вспомним наше советское время, то у нас в основном упаковка была редко бумажные пакеты для молока, все остальное было или стеклянные отходы, или бумажная бумага. — А в продовольственных магазинах, я помню, это была коричневая тяжелая бумага, и продавалось, допустим, килограмма колбасы и всегда 100 грамм бумаги. — Да, да, но эта бумага, во-первых, могла утилизироваться, как и любая другая бумага, если ее правильно собирали, или даже попадая в природную среду, она могла разлагаться на достаточно короткое время. После того мы сделали кардинальные шаги вперед, мы научились пользоваться пластиком, который практически не разлагается в природе, и мы очень серьезно изменили морфологию мусора, то есть сегодня на полигонах у нас хоронится очень большое количество пластика, который в том или ином виде попадает в среду, с одной стороны не разлагается, с другой стороны может и заражать нашу естественную среду обитания, что, конечно, не есть хорошо. — Ну да, почву, подземные воды, леса и так далее, воздух. — Да, поэтому, говоря о том, что у нас сейчас происходит, да, и второй момент, на который я обратил внимание, вы говорите оборот. Вот, к сожалению, оборота отходов в Российской Федерации не существует. У нас существует конечная такая цепочка, то есть мы покупаем товар, или упаковка для пищевого товара, или товар долгосрочного пользования, который потом приходит в негодность через какое-то время, и в дальнейшем товар у нас собирается, то есть мы его выносим в какие-то места, зачастую, так сказать, не всегда оборудованные качественно, потом он вывозится, и вывозится он, как правило, на полигоны. То есть обработкой товаров или упаковки, потерявших потребительские свойства, практически не происходит. Я приведу пример, что у нас всего в Российской Федерации перерабатывается порядка 4% твердых бытовых отходов. Всего? Всего. При этом, если, например, взять Финляндию, Швецию, то практически до 100% перерабатывается... А если взять Германию, так вообще там мусор, это товар? А Германия... Нет, правильно. И вот это очень важный вопрос. То есть как только мы, или когда мы подойдем к пониманию того, что это не мусор, а это исходное сырье для производства других товаров, так как это происходит на Западе, вот тогда у нас перестанет быть борьба с мусором, а наступит эра создания новой экономики, основанной, ну, такой экологической экономики, такое определение, которое сейчас входит в оборот, скажем так. Ну давайте с вами вообще пройдем по цепочке, как же у нас образуются вот эти вот свалки. Например, человек пришел, купил товар, принес его домой, использовал товар, обертку начинает выбрасывать, да, пищевые отходы начинает выбрасывать, ну и прочее, да, скажем так. Значит, чаще всего у нас в домах мусоропроводы. Вот у меня одна знакомая борется, чтобы у нее мусоропровод ликвидировали, потому что от него запах, и она все это складывает в отдельный пакет, опять же, все вместе перемешивая, да, и выносит в тот контейнер, который у нее стоит во дворе. Правильно ли это? Нужно ли нам отказываться сегодня в многоквартирных домах от мусоропроводов? Дадим ли мы толчок новому, Альфреду Альфредовичу, с точки зрения сбора первичного мусора, который уже будет разложен по направлению бумага, стекло, пищевые отходы и так далее? Ну, мое мнение, оно категоричное, я считаю, что от мусоропроводов надо уходить в многоквартирных домах, потому что это действительно... То есть в 50-х годах мы к ним пришли, да? Потому что до этого их просто не было. Да, и мусор был другой. А сейчас, конечно, это очень сложно, это надо менять и менталитет населения, работать с населением. Мы как раз приходим сейчас к вопросу о некой сортировке мусора, хотя бы на две составляющие, там, мокрую и сухую. Это сложный вопрос, я думаю, что это Германия шла к этому десятилетиями, нам тоже придется, наверное, этот путь проходить. Мы не Германия, мы лет 30 будем идти к этому. Сложная, да, ситуация, потому что мусоропроводы, конечно, это и отсутствие гигиенических требований, вот. Но, опять же, это упирается в проблему, куда мусор-то выносить. То есть для того, чтобы убрать мусоропроводы, необходимо дать людям какую-то альтернативу. Например, контейнерный сбор во дворе, там, контейнерные площадки, которые должны быть чистыми, ухоженными, может быть, там, с раздельными контейнерами, и это, всю цепочку сбора, транспортировки надо будет как раз... Мы сейчас по всей плане и пройдемся. Вы слушаете радио Финам-ФМ 99,6, телефон в студии 651099,6, в эфире передача «Револьвер». Или просто... Мы сегодня просто говорим о твердобытовых отходах, то, что сопровождает нас по жизни. Купили и, в конечном счете, выбросили, когда это потерял товар, свое товарное свойство, да. В гостях Милушкин Сергей Юрьевич, президент национального СРО, оператора по обращению с отходами производства и потребления. И Минин Альфред Арфледович, генеральный директор Ассоциации поставщиков и переработчиков мусора. И я, ведущий Андрей Широков. Ну вот мы с вами, как бы, затронули сначала первичную тему сбор, да. Мы говорим, мусоропроводы не нужны, да. А вот, посмотрите, я совсем недавно был в Берлине и обратил внимание, что во всей цепочке они начинают первичный раздел мусора уже самого собственника в многоквартирном доме. Самого собственника своего коттеджа и так далее. Они там уже начинают. Они выставляют пять баков. Черный, два цветных для стекла. Стекло цветное, стекло прозрачное, белое. Значит, мусор для пластика, то есть контейнер для пластика и контейнер для бумаги. Причем они очень здорово, слово такое, задействовали население в систему разбора первичного. Они говорят населению, они говорят собственнику, они говорят управляющей организации. Черные контейнеры заплатишь, все остальное вывезу бесплатно. Очень правильный подход. И вот, когда мы говорим о том, что наше население очень долго будем перевоспитывать или переводить на новые рельсы, то я думаю, что продуманные нормативные акты, которые можно взять за пример опыт той же Германии и правильное объяснение населению сути происходящих проблем, позволит в достаточно короткие сроки решить эти вопросы. То есть сегодня мы платим за сбор и вывоз мусора. И этот платеж у нас находится с вами в содержании общего имущества. Причем он не выделен сегодня. Он не выделен, это большая проблема. Собственник дома не понимает, сколько он платит за утилизацию вот этого бытового мусора. Я на эту тему чуть ниже остановлюсь по поводу платежей. Но я хочу сказать, что сегодня он платит в любом случае. И цифру эту можно выделить, хотя она на самом деле не выделяет сегодня. Если же мы скажем, что коллеги, вот вы носите несортированный, вы за него платите. А вот если вы выносите сортированный мусор, то за него вы не платите. Если у нас система это организовывается, мы начинаем с больших городов, с квартирных домов, постепенно переходя ко всем остальным коллегам, проживающим на территории Российской Федерации, то мы, я думаю, в достаточно короткое время получим систему раздельного сбора. И причем тут, наверное, надо массированную атаку на население. Слово «атака» я закавычу, да, с точки зрения объяснения вот этой экономической составляющей. Но немцы же тоже люди, и они тоже ошибаются. И когда нам показывали всю эту систему, нам показали рабочих по дому, которые на велосипедиках или пешком, используя определенные приборы, потому что надо фиксироваться, что ты пришел туда, ты сделал некую операцию, ты ушел оттуда. Только, видимо, они проверяют всю эту рабочую систему и по времени, и по времени они ее проверяют. И они заглядывают в эти контейнеры. Если кто-то ошибся, они перекладывают из контейнера в контейнер. То есть они помогают таким образом собственникам, вообще вот людям на квартирных домах, вот разделять этот мусор. Заранее понимая, что это очень выгодно, потому что это будет дальнейшим товаром. Если позволите дополнить. Да, пожалуйста, Александр Владимирович. Вот абсолютно правильно, что необходимо экономически стимулировать к раздельному сбору. Но это надо рассматривать в призму того, что если просто мы рассматриваем компанию сбора и транспортировочков, вот отдельно, то им, в общем-то, все равно, что везти раздельный мусор или мусор не селективный. Тут надо, чтобы эта цепочка заканчивалась именно переработкой. То есть транспортная компания, она везет объем, она везет массу. В данном случае переработчик должен заказывать транспортные услуги, наверное, да? И тогда четко будут выполняться те позиции, какой контейнер забирать, какой контейнер грузить и куда это дело везти. Давайте с вами возьмем первую линию, у нас Александр на линии. Говорите, Александр, ваш вопрос или ваше мнение? Добрый вечер. Добрый вечер. А у меня есть небольшой комментарий. Вот я тут как раз слышал, вы рассказывали по поводу того, как в Германии и Великобритании, ну, в Европе, в стилизованных странах, сортировывают все по контейнерам и после этого вывозят. У меня знакомые есть, ну, в работе и в Германии, как раз в Великобритании. Мне не говорят, что вплоть до штрафов доходят за то, что они неправильно раскладывают. Но при этом они после того, как отнесли, наблюдают картину, как приезжает одна машина, все это сваливается. В нее и увозят. Доходит до абсурда. Одни штрафуют. Давайте мы с вами сейчас уйдем на перерыв, на маленькие, да, значит, и после этого продолжим наш разговор. Вы слушаете Финам ФМ 99,6, телефон 6510 99,6, программа Револьвер. Тема сегодня у нас простая. ТБО-тире наш бытовой мусор, с которым мы каждый день сталкиваемся. Значит, мы с вами начали со сбора, да, вот был звонок, который сказал, вот собирают раздельно, а потом все в одну машину сваливают. Ну, на самом деле, то, что я видел в Германии и во многих странах, где вот этот селективный сбор изначально идет от собственника помещения или первичного владельца этого мусора, там в одну машину не сваливают. Как вы думаете, Сергей Юрьевич? Ну, хотелось бы тоже сказать, что, бывая иногда в той же Европе, наблюдали неоднократно, что все-таки это разные машины подъезжают и вывозят. Они даже по цветам иногда разные. Да, да, да. Какой бачок, такая машина. Да, да, это совершенно... Машина может быть еще разделена на две составляющие. То есть внутри, да, чтобы как бы порождать быстрее. Да, да, да. Поэтому это первый вопрос. Второе, я хотел бы все-таки обратить внимание на то, что мы сейчас начали со сбора, а вообще на самом деле нужно начинать с конца. Что мы хотим получить в конце, и цепочка будет разворачиваться в обратную сторону, тогда мы поймем, что мы хотим получить от наших граждан, от населения, от юридических лиц в том числе. Вот смотрите, если мы говорим о том, что у нас нет мусора, у нас есть исходное сырье для других видов промышленности, то есть мы, по сути, вот сейчас, создавая национальное объединение, готовясь к вступлению в закона, поправок закона, к 89-м федеральному закону об отходах производства и потребления, я напомню, там три основные новеллы в этом законе появляются. Новелла первая. Это сегодня у нас за обращение с отходами отвечает муниципальное образование. Так как у них слабые бюджеты, так как это все-таки достаточно ограниченная территория... Но у нас мусор-то образуется в муниципальных образованиях в основном-то. Да, но создание системы, то есть создать хороший полигон, экономически обоснованные тарифы установить, вывести это и получить объем экономически выгодного сырья невозможно на уровне муниципального образования. Поэтому закон говорит о том, что ответственность за систему обращения с отходами перекладывается или поднимается на более высокий уровень. То есть регион теперь будет отвечать за это, разрабатывая региональные программы по обращению с отходами. И схемы определенные. Схемы. Поэтому возникает сразу принятие региональной программы, возникает новая генеральная схема очистки территории, которая говорит четко, как собирать, откуда собирать, какими маршрутами возить и в какие места это все будет свозиться. Соответственно, уточняется количество полигонов. А полигоны это не просто полигоны, а это места, как мы их называем технологические кластеры, где должны быть размещаться производства по сортировке и переработке получения вторичного сырья из тех отходов, которые туда привозятся. Вот это первая задача. Вторая задача это введение расширенной ответственности производителя-импортера за утилизацию упаковки или товаров, потерявших свои потребительские свойства. На эту тему мы с вами еще поговорим. Давайте с вами послушаем Андрея, который у нас на линии второй. Андрей, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, у меня два... одно предложение, одно сообщение. Давайте. Прежде всего сообщение. Это я по телевизору вчера услышал такую вещь, что город Ржев, который стоит на берегу Волги, в истоке Волги, знаете, да? Да, конечно. Так вот, там фирма, которая вывозила мусор, она не справляется. В результате там замусорены, значит, берега Волги и речушек, которые впадают в Волгу. То есть образовано огромное количество несанкционированных символов, да? Да, и люди говорят, что мусор... там люди болеют гепатитом. Там в прошлом году, по-моему, была эпидемия, что ли, когда-то. Неправильное складирование, оно вызывает болезни у людей. Это на самом деле так. И все это течет в Волгу, и это все попадает в Москву. Хорошо. В итоге. Вторая тема. И никто ничего не колышется. И второе. Второе. Второе, значит, мое предложение такое. Начать с элементарно. Пластмасса, полиэтилен отдельно. А все остальное, два контейнера пока. Поскольку пластмасса, все-таки она тяжело, да, не утилизируется, ее проще перерабатывать. А у нас, Альфред Рожес, ведь по России было довольно очень много экспериментальных площадок, когда пытались уже на уровне первичного сбора раскладывать по разным контейнерам. Как вообще эксперименты? Чем заканчивались? Самый яркий пример, это как раз предыдущий дозвонившийся Александр, когда рассказал ситуацию в Германии, он как будто скопировал ситуацию, которая была в Москве лет 5-6 тому назад, когда пытались ввести несколько контейнеров, поставить разного цвета и туда. На юг-западе, я знаю, в центре эксперименты были. На Даганке, вот я сам лично наблюдал. А потом приезжала одна машина, потому что у нас были старые автомобили, которые собирали, и они в один кузов все это валили. Которые прессовали, куда-то перекидывали, еще раз прессовали, и все отвозили в Тимохово или еще куда-то. Да, это как раз тот вариант, когда сборщику неинтересна дальнейшая судьба этого мусора. А по предложению Андрея, сейчас звонившего, он хорош предложение пластика добрать, но я бы, так сказать, со стороны переработчика, если бы у меня была волшебная палочка, я бы на две категории другие разбил бы. Именно органику сначала отделил, а все остальное, как бы сухой мусор, где пластик, картон, то есть то, что... А я вот помню, когда я был юношей маленьким, назовем так, да, то есть в детстве, и жил на университетском проспекте, у нас рядом с квартирой, рядом с лифтом, потому что лифт, как бы, квартиры выходили на лифт, стоял бачок, куда мы выбрасывали пищевые отходы. Это исчезло с появлением России без Советского Союза. Правильно ли это? Или все-таки вот эти пищевые отходы надо было собирать так, как вот собирали в Советском Союзе? Самая сейчас главная боль для переработчиков, потому что когда поступает мусор, испачканный, так называемой, органикой, он мокрый, он уже картон, он на вторичной переработке идет очень сложно, пластик грязнится, то есть, конечно, вот это самая большая проблема. А по поводу вот сообщения, Андрей, по поводу Ржева, ну, вот мы недавно были в городе Сочи, где заявлена ситуация zero waste, нулевая, нулевая мусор, да, там ситуация еще хуже. Альфред, я вас остановлю, а то у Татьяны, слушательницы, просят побыстрее ее взять в эфир, у нее заканчивается зарядка в телефоне. Давайте ее послушаем. Это уважительная причина. Да, Татьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Я очень внимательно прислушиваюсь к вашей, ну, то есть к вашей, к ходу вашей мысли. Я боюсь просто, я в какой-то момент уже свою, свою идею просто она немножко уже осталась. Ну, какая была идея? Давайте идею вашу. А, идея такая, что количество мусора, да, закончится, ничего страшного. И батарейка ваша станет мусором, если вы ее не зарядите. Ее надо будет выбросить. А это, кстати говоря, мусор какой-то категории, да, который класс, опасный мусор. Это уже к первой территории. Да, пожалуйста, Татьяна. Я считаю, что необходима прежде всего еще такая идея, что бороться с источником мусора. Источник мусора – это продукты, запакованные в огромное количество упаковок. Покупаешь ты дык зубной пасты, он упакован в картонную коробочку, в гастрированную коробочку, в полиэтиленовую пакетик. То есть надо упростить товар на развес. Я думаю, что вообще… Зубная паста на развес, правда, интересно? Приходишь, отмашь, от тебя рыцарь. Знаете, я бы не отказалась. На два дня тебе. На два дня хватит, да. Ну, сейчас и доходят до абсурда, потому что приходишь покупать тоже самое хлебушек, и каждую булочку отдельно в пакетик, потом еще в пакетик этой гора. А это все мусор, 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 да? Спасибо. Ну, это бессмысленно совершенно. Татьяна, спасибо за вашу мысль. Мы сейчас продолжим с гостями в студии эту тему. Сергей Юрьевич, а я знаю, что западные химики по упаковке, специалисты, которые предлагают как бы все новое и новое производителям, уже задумались, каким образом придумать такой пластик, такой целлофановый пакетик, который потом природа бы принимала. Не так ли? Да, задумались, но есть более кардинальные решения в том же Китае. Я все время буду говорить о том, что все-таки первичная у нас экономика. Конечно. Если у нас есть экономические механизмы или экономические стимулы, экономические рычаги, то... Но в России еще не экономика, пока политическая воля. У нас политическая воля, которую мы хотим исполнить, включая экономические механизмы. И считаем только вот этот симбиоз позволит решить задачи на Болешу. И первичные должны быть экономические механизмы. Да, 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 обязательно. Я о них буду все время говорить. Вот пример Китая. Можно купить в магазине, в супермаркете продукт в полиэтиленовой упаковке, можно купить в бумажной. При этом, если ты упаковываешь и покупаешь в бумажной, которая быстро разлагается, ты платишь там, условно говоря, одну сумму. Если ты хочешь купить в пластике, ты платишь там в 2, в 3, в 10 раз дороже. Все, пожалуйста, покупай пластиковый пакет. Но тебе это в разы дороже. А у нас этого нет. У нас этого нет. Потому что, еще раз говорю, здесь нет решения вот в нашей большой проблеме, такого, который вот одно принял, и все сразу стало хорошо. Это решение нужно принимать на каждом следующем этапе, вводя экономические стимулы, вводя определенные ответственности, диверсификацию платежей и так далее, и так далее, для того, чтобы решать, ну, узлы эти постепенно. Я вот просто пример один маленький приведу. Вот смотрите, у нас система следующая. Мы с вами, заключив договор на управление квартирного дома, платим деньги управляющей компанией, она собирает мусор в контейнеры. Дальше, по закону, она обязана заключить договор с перевозчиком. То есть, по транспорту. Да, при этом у нее нет обязательства убедиться в том, что перевозчик везет это в то место, куда нужно везти. То есть, он сварить может на несанкционированную сумму. Поэтому она выбирает перевозчика самого дешевого, потому что в соответствии с тем же 94-м ФЗ, с нее будет требовать, причем она взяла более дорогого. Сразу привожу пример. Если у нас КАМАЗ будет укомплектованный ГЛОНАССом для отслежки, куда повезли и так далее, это одна цена. А если у нас будет перевозчик на одной газели, другая цена. Соответственно, выигрывает некая компания, которая вывозит мусор куда? Да. Вот я могу сказать, после отмены лицензирования на транспортные услуги, объем вывоза отходов на полигоны санкционированные уменьшился на 30%. Спрашивается, мы стали на 30% меньше мусора? Нет. Но вот новое законодательство, оно будет каким-то образом вводить новые регулирующие нормы для этой проблемы? Да. Вот новое законодательство, наряду с созданием системы саморегулирования, которая должна выработать стандарты и правила и заместить отсутствующие сегодня лицензионные требования, то, что происходит у нас, должно в совокупности решить эти вопросы. Потому что, да, это в первую очередь. И во вторую, я хотел бы все-таки договорить и обратить внимание, у нас самое сложное, это переработка отходов. По суммам, по объему, все это понимают. Но при этом, если взять цепочку движения денег, то от потребителя, который оплачивает основные итерации с отходами, возникает следующая цепочка. Основные деньги попадают в управляющую компанию, она оставляет у себя, в том числе и лишние, отдает часть перевозчику, а перевозчик уже платит по факту на полигон. И поэтому до тех пор, пока мы не поменяем систему, до тех пор, пока перевозчик не будет получать деньги в конечном пункте, туда, куда он должен привезти мусор, у нас мусор будет вывозиться в канавы. Опять нормативная база будет способствовать развитию такой цепочки? Поэтому и нормативная база будет способствовать и этому, и целому ряд других вопросов, которые позволят в комплексе и системно решить этот вопрос. Мы говорим о создании системы обращения с отходами в Российской Федерации в целом. В целом, конечно, мы говорим именно не о Москве, не о Московской области, не о Санкт-Петербурге, а в целом о России, потому что проблема она российского масштаба. И вы правильно сказали, что сегодня эта тема лежала и лежит пока в муниципальной плоскости, но у муниципалитетов не хватает средств. У собственников и у производителей магазинов не хватает средств стопроцентно заплатить за утилизацию вот этого твердобытового отхода. Я хочу вас удивить, они и не платят. Они и не платят, и муниципалитет тоже не способен это сделать. Вы знаете, что сегодня, когда отменили нормы накопления или образования отходов, то у нас магазин, например, Перекресток или Большой Ашан. Вы радиослушателям чуть-чуть поясните нормы накопления. В доме это жилец, в магазине это квадратные метры. Вот магазин Ашан, все представляете, да? Вот магазин Ашан, если прийти его проверять, он может заявить о том, что да, он заключил договор на вывоз отходов. И норма образования отходов у него, например, 15 килограмм в сутки. И при этом никто, договор у него есть, 15 килограмм он вывозит, вывозящая компания заплатил и так далее. Хотя мы понимаем, что там тонны. Что это 15 тонн в лучшем случае. Вот в чем в том числе и кроется подвох. Дальше эти 15 тонн перекочевывают муниципальные контейнеры, потому что, ну, как бы, а кто же будет вывозить? Соответственно, за муниципальный контейнер платит тот самый жилец многоквартирного дома. Перевозчик забирает отходы, потому что он должен забрать все. Поэтому он забирает, ну, вот условно говоря, мы считаем так, 50 процентов оплачиваем мусора, а 50 процентов за него никто не платит. И поэтому вот все эти перекосы в сегодняшнем законодательстве, в системе, которая создана, ну, к сожалению, теми или иными, так сказать, условиями, они приводят к тому, что у нас утилизатору деньги не попадают, мусор вывозится гораздо больше, он не сортирован, морфологию никто не знает и далее по тексту. А у нас получается, что в стране 14 684 санкционированных мест размещения отходов. Росприроднадзор выявил больше 25 тысяч несанкционированных мест. Это только то, что зафиксировали, а на самом деле то, что происходит до конца, я так думаю, никто не знает. Это те цифры, которые докладывались, не помню, то ли Владимиру Владимировичу Путину, то ли Дмитрию Анатольевичу Медведеву, когда проходило всероссийское совещание на тему мусора. Я хочу обратить внимание, вы очень точно заметили, санкционированных мест отходов. У нас есть понимание полигона, надлежащим образом созданного, эксплуатируемого, имеющего лицензию, непереполненного и так далее. Вот таких вот в регионах, в лучшем случае 1-2 на регион. То есть у нас максимум может быть 160, а вы говорите 14 тысяч. Когда мы говорим с вами полигон, это некий научный подход к утилизации мусора с помощью захоронения. Хотя бы вчерашнего дня. Вчерашнего дня это надо привезти, 2 метра положить, отсыпать песочком, потом рекруктивировать. Специальная подложка делается, чтобы в грунтовые воды не попадали. И так далее, и так далее. Там глиняная, да, если мне память не изменяет подложка. Там специальный глиняный замок, а на самом деле там мембраны ставятся. Мембраны ставятся, да, там и так далее. Я сейчас не буду углубляться, но это целая система. Это целая система. Потому что я когда-то работал в московском правительстве, зам руководителя департамента ЖКХ. У нас промоотходы, экотехпром наши предприятия. И я помню, что это была целая наука и даже был зам по науке у генеральных директоров этих предприятий. То есть отслеживалась вообще вся система. Американцы, когда сваливают таким образом мусор, они потом добывают газ. А у нас? А у нас в квартире газ. А у нас его нет. У нас биогаза практически нет. Альфер Фрэнч, а у нас как? Вы знаете, у нас можно, наверное, добывать биогаз и с ним что-то в дальнейшем работать. Но у нас нет для этого экономического стимула. Вопрос в том, что в Европе вопрос альтернативной энергетики, он уже сейчас очень хорошо развит. И чем дороже российский газ, тем они его лучше развивают. Да, а у нас все-таки идет крен в сторону нефти и газа. И нам говорят, зачем нам нужна альтернативная энергетика. То есть даже если вы получили газ, сгенерировали нечто полезное в виде тепла либо электричества, вы просто экономически не сможете продать тем же энергетическим компаниям. Это проблема. А те же прибалтийские республики, им дают тут же сброс электричества в сеть, они получают ровно в два раза дороже, чем электричество стоит. Это так называемые зеленые энергетики. Это зеленая альтернативная энергетика. Ту, которую у нас сегодня сети не пускают. Да, это еще отдельная проблема. Это тема отдельная, это мы когда-нибудь поговорим с вами в передаче. Они деньгами получают, прямо на свой счет получают деньгами эти средства. И, в общем-то, они заинтересованы, чтобы это использовать. Просто нам в наследство реально достались древние старые свалки. Полигоны это те, которые получили лицензию, но это не означает, что они правильные. Просто от безысходности некой свалки уже сертифицировали. Но деваться-то некуда, куда-то везти-то надо. Альтернативы, да. Поэтому, конечно, надо идти путем переработки и делать новые полигоны, которые соответствуют уже... Ну, хорошо. Вот мы дошли с вами до утилизации. То есть мы собрали, мы транспортировали, мы привезли, сбросили. Меня просят сделать небольшой перерыв, и мы потом продолжим с вами разговор. Вы слушаете Финам.ФМ 99.6. В эфире программа «Револьвер». Телефон в студии 651099.6. Тема сегодня очень простенькая, бытовая, каждодневная. Твердые бытовые отходы. Мусор. Что с ним делается после того, как то, чем мы пользовались, становится мусором. То есть потеряло свои бытовые, или как там правильно у нас? Потребительские. Потребительские свойства. Мы с вами дошли до утилизации. То есть в конечном счете в России 90 почти процентов твердобытовых отходов просто привозятся на или санкционированные свалки, или на малое количество полигонов. Правильно, да? И я знаю, Альфред Ташидович, что вы сегодня как бы многие вещи прорабатываете в Краснодарском крае, да? Связанные с современными перерабатывающими заводами, современными полигонами для вот уже векового практически или там десятилетнего. Как пример, который находится сейчас в наиболее подготовленной готовности, это все-таки не Краснодарский даже край, а Ростовская область. Ростовская область. Да. По этой области мы, в общем-то, собрали несколько хороших исполнителей. На сегодняшний момент у нас проектная документация уже находится в Ростовской области. Это с отходами производства и потребления. И если, как пример, вот Ростовская область территориально поделена на несколько зон, на 8 зон, называются они межмуниципальные экологические отходы перерабатывающие комплексы. Мы работаем с тремя комплексами. Один из них самый большой, он 600 тысяч тонн. Это громадное количество отходов, которые необходимо собрать на завод, переработать его, что влечет за собой создание целой большой схемы логистики, привоза, доставки этих отходов на комплекс. Стоимость этого вопроса, цена этого вопроса? Значит, стоимость комплекса совместно, все равно без полигона сейчас не обойтись. И плюс для того, чтобы найти весь этот мусор и привезти необходимо порядка 8-10 станций перегруза, стоимость всего этого комплекса 3,8 миллиарда рублей. Это уже схема государственного частного партнерства? Нет, там это чисто коммерческая схема на одном из МЭЛКов. А второй МЭЛК мы идем там по пути частного государственного партнерства. Государственного частного, да. Давайте все-таки наоборот, ГЧП. Согласен, да. Государство как бы дикует определенные условия бизнеса. То есть, ГЧП, да. И сроки окупаемости, вот, скажем так, более-менее цивилизованного захоронения. 10 лет. 10 лет, да. И все это на схемах, на кредитных схемах. Кредитная схема, но помощь государства тоже есть. Мы участники фонда содействия реформирования ЖКХ. То есть, он гарантирует этот фонд? Значит, этот фонд, он субсидирует процентную ставку в размере 9 десятых ставки рефинансирования. То есть, это где-то годовых 7,25 сотов. 25 сотов. Вы что там будете? Перерабатывать мусоросжигательные заводы? Нет, мусоросжигательные сразу. Получать товар, чтобы его потом продавать в Китай. И в конечном счете, что будет? Только если ее упростить и не занимать много времени, состоит в том, что 55% плюс-минус будет отбираться из входящего неселективного мусора. 55% будет отбираться. То есть, мы говорим о вторсырье коммерческом. И мы говорим о вторсырье, которое не коммерческое, загрязненное, но углеродосодержащее. Из него мы делаем так называемый РДФ, альтернативное топливо, которое служит источником для других предприятий, с которым можно добывать и электро, и тепловую энергию. То есть, это замена угля? Замена газа. Альтернатива газа даже, да? Да, замена газа, да. Давайте послушаем с вами Евгения, первая линия. Слушаем вас, Евгений, внимательно. Добрый вечер. Добрый, добрый. Вот я отношусь как раз к производителям техники для сбора и перевозки мусора. То есть, как раз к теме. Вот я согласен с одним из ведущих или гостем, который сказал, что главная задача – это отделить органику пищевые отходы от всего остального, потенциального средства. Совершенно здравое решение. Это на первичном сегодня обучающем моменте. На первичном, да. Это прием от населения на наши мусорные площадки и далее вывоз уже на полигон или на хранение. Вот я как раз 6-7 числа на форуме городское хозяйство представлял такую технику. Автомобиль и два бака. Один для пищевых отходов, второй для потенциального вторичного сырья. Значит, столкнулся с такой, так сказать, проблемой. Сложность в том, что мусоровоз, предложенный мной, состоит из, собственно, одного автомобиля и 150 баков для раздельного сбора. То есть, по сути, нужно взять два автомобиля и 300 баков для полноценного селективного сбора. Так вот, сложность в том, что наши мусорные площадки, которые сегодня мы используем, размером примерно 18 на 2 метра, под которыми находятся 6 евроконтейнеров, они принадлежат одной организации. Баки другой, а автомобиль и третий. Вот я считаю, что... То есть, как бы вся цепочка не сложена, и вы считаете, что эту цепочку надо сложить вместе? Да, я считаю, что это нужно отдать науки государству. Чтобы государство создавало эти площадки, покупало баки и покупало мусоровозы. Чтобы вот этот сбор мусора и утилизации был в одних руках. Тогда будет порядок. Сергей Сергеевич, а ваше мнение какое на эту тему? Давайте прокомментируем. Да, вы знаете, ну, это, мне кажется, все-таки попытка вернуться в наше доброе советское прошлое, когда государство устанавливало правила, само работало, регулировало. И, в общем-то, достаточно было, на самом деле, все прилично. Сегодня все-таки мы находимся... Причем там не экономика главная была, а там были организационные моменты главные. Административно-партийные, да, партия сказала, в бачок не кидать. Но при этом, кстати, у нас элементы раздельного сбора мусора в советское время были, потому что у нас собирали тряпье, у нас можно было сдать спокойно бутылки. Это было экономически эффективно. А пионеры? Я в детстве сам сдавал. А пионеры? Да, это было очень, так сказать, интересное занятие. В том числе доходное. А пионеры бумагу собирали. Бумага. А книжки мы покупали с вами на то, что металлолом собирали. А с учетом... Причем металлолом, извини, Сергей Юрьевич, собирали просто абсурды. Иногда утаскивали в то, что еще работает. Пионеры. Но пионеры они такие были, да. Но при этом хочу обратить внимание, с учетом того, что все остальное практически было органикой и мало было пластика и всего остального, то у нас, по сути, в том виде элементы раздельного сбора отходов существовали. Относящиеся к тому времени. Да, к тому времени. Сегодня у нас изменилась ситуация, а нового мы предложить не смогли. Это первое. Поэтому, касаясь вот этого вопроса, Евгения, площадка, бак, авто, одно. Но я хотел бы напомнить, что, во-первых, площадки, если говорим о многоквартирных домах, они находятся и должны находиться, просто у нас еще не оформлено, не закончилось оформление прав. Как правило, это земельные участки находятся рядом с многоквартирными домами, что является общей долевой собственностью жителей данного дома. И поэтому здесь муниципальное образование, при всем его желании, вряд ли сможет, так сказать, забрать этот кусок земли для того, чтобы распоряжаться им по поводу размещения баков и площадки. Здесь целый ряд, на самом деле, организационных и юридических вопросов. Я не стал бы останавливаться, но совершенно справедливо то, что выделить это из-под управляющих компаний, выделить, во-первых, платежи из общей суммы, которая сейчас существует, отдельной строчкой, жилищная услуга, буквально вот на прошлом... Я думаю, что это все-таки коммунальная услуга будет. На прошлой... Коммунальная услуга, да, прошу прощения, можно коммунальная. Здесь идет сейчас спор, но принципиально выделить. Вот буквально слушания в Госдуме были неделю назад, когда вот как раз этот вопрос тоже обсуждался. Потому что деньги должны быть выделены. И вот когда эти деньги будут выделены... То есть они должны быть окрашены. Да, и вот когда на эти деньги может прийти тот самый, та самая компания, которая окажет лучшие услуги по раздельному там и так далее сбору мусора. Александр Ильич, мы сейчас послушаем, Александр Ильич, послушаем сейчас вопрос про мусоросжигательные заводы. Тут вот мне операторы показывают, да. Но вспомним историю. У нас первые мусоросжигательные заводы в Европе появились где-то в 80-х годах. Я правильно помню? Ну, примерно, да. То есть я даже вот чисто историческую такую справку скажу, что когда мы выезжали там, допустим, за границу в 90-х годах профессионала, кто работали в городском хозяйстве, нам показывали только мусоросжигательные заводы, когда они все это скопом сваливали в печи, значит, сжигали, получали тепло или электроэнергию. И диоксины, и фораны. Это то, что вылетало в воздух. Либо очень дорогие фильтры, которым потом непонятно, что с ними делать. Потом экологи, значит, на эту тему сели, и как бы стало развиваться все дальше. Мы слушаем Сергея на второй линии. Сергей, пожалуйста, говорите. Алло, алло, алло. Да, да. Алло, здравствуйте. Значит, я из Курчатского института. Мы делали проект для Дмитрова, Дмитровского мусоросжигательного завода. У нас идет сжигание с использованием плазменных технологий. Там через плазматроны продается воздух, нагревается на очень высокую температуру, и за счет этого получается очень эффективное сжигание. Вот как раз о тех вредных веществах, о которых вы говорили, их становится на порядок меньше. Ну, есть, есть, они остаются. У нас... Да, тут много комментариев есть. Да, да, сейчас, видите, у меня гости сразу... Оживились. Оживились, да. Да, Сергей, продолжайте. Там был целый проект, то есть стоит станция, действительно, у нее идет, значит, сжигание идет, значит, отходов. На эти же энергии получается, значит... Можно, можно, Сергей. Сейчас, пусть договорит, пусть договорит. Я просто хотел бы его немножко поправить, потому что слово сжигание сразу настораживает. Не происходит сжигания в плазме. Вот тот проект, о котором... Нет, естественно, естественно, да. Да, идет разложение на молекулы при температуре 1600 градусов на стенке, соответственно, камеры без доступа воздуха. Поэтому не образуются те самые массы тех самых вредных веществ, которые происходят при обыкновенном сжигании. Прошу прощения, что перебью. Да, но, Сергей, извините, теперь я вас еще перебью, да, потому что времени у нас очень мало в эфире, а хотелось бы побольше поговорить. У нас есть, по-моему, в Москве плазменное сжигание мусора. Я знаю, что рядом с Люберцами. Я еще, когда работал в заморководительном департаменте ЖКХ и благоустройстве города Москвы, я туда ездил на экскурсию. Меня туда возили. Еще раз, плазменная переработка, не сжигание. Ну, хорошо, плазменная переработка. Там, если мне память не изменяет, технология была такая, что, значит, некая песчаная масса нагревается до огромного-огромного температурного состояния, и снизу подается под большим давлением горячего воздуха. Андрей Вячеславович, отвечу. И туда ссыпается мусор. Вот смотрите. Значит, все знаете, что некоторое время назад у нас была проблема, связанная с химическим оружием, и когда мы взяли на себя обязательства об уничтожении химического оружия, то эту почетную миссию выполнена как раз плазменная технология, которая самые вредные вещества приводила в состояние, которое вполне возможно использовать, так сказать, ну, в нормальной жизни. То есть это, на самом деле, полное обезвреживание, и эта технология очень интересная, может быть, использована, особенно для утилизации вредных веществ, которых у нас и медицинских, и биологических, и целого ряда других отходов очень много. У нее есть, как у всяких технологий, есть плюсы и минусы. Минус плазменной технологии в том, что она достаточно энергозатратна, вот, но, опять же, если государством будет решаться вопрос о возможности выдачи в сети тепловой электрической энергии, которая получается при данном виде обращения с отходами, и при определенной дотации сложных веществ к утилизации, то это вполне приемлемая технология, которая может уничтожать те самые хвосты, которые у нас возникают. А выбросы в атмосферу? А выбросы в атмосферу в этом случае, я сейчас не буду уходить в технику. Не надо уходить. Пойдем, они вам расскажут, что там практически они нулевые. Но, насколько я знаю, там большая проблема с захранением потом фильтров, да? Нет, это если мы говорим про плазму, там фильтров как раз нету, да. Там вопрос-то как раз основной, это стоимость строительства, стоимость эксплуатации. И вопрос, кто за это будет платить. Если это идут, вот, как мы говорим по Москве, то идут дотационные вливания со стороны правительства, да, но таких заводов не наплодишь в других субъектах, либо надо их датировать и не класть тариф на плечи населения. Но, вместе с тем, получается, что сегодня грамотное захоронение хотя бы довольно хорошо сепарированного мусора гораздо дешевле. Ну, смотрите, еще раз очень важный момент. Итак, мы разделили мусор, привезли его, отходы вернее, да, получили вторичное сырье. При этом я хочу обратить внимание, в нашей морфологии 20%, 40%, порядка 40%, 20 миллионов тонн у нас из 50 миллионов, это пищевые отходы. Порядка 20, ровно такое же количество, это бумага, картон, пластик, то есть то, что мы можем в сухом остатке разделить и получить вторичное сырье, и остальное у нас есть там металлы, которые сегодня экономически выдают, дерево там и так далее, да. То есть мы сегодня, разделив отходы, уже можем получить полезные фракции, которые можно продать и получить определенную экономику. Для этого нужно, соответственно, строить всю систему, в том числе и эти кластеры промышленные. И далее постепенно решать каждый узел, который у нас накопился, для того, чтобы поднимать эффективно все системы, ну, как бы на порядок. При этом у нас оставаться будут с вами хвосты, у нас будут оставаться опасные отходы, у нас будет оставаться целый ряд вещей, которые... И при этом включать в экономическую цепочку именно население, чтобы оно понимало, где экономическая выгода каждого. У нас Василий на линии... Ой, извините, давайте Елену послушаем, она раньше нам позвонила. Елена, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я как раз вот по Вашей теме хотела бы добавить... Давайте, если можно, быстренько, время у нас ограниченное. Я вот работаю в производственной компании, мы производим из сторсырья бумажного, как раз гигиеническую продукцию, туалетную бумагу, бумажные полотенки. Вторичное использование бумаги. Да, и вы знаете, вот у нас заводы есть на территории России. Очень трудно макулатуру добыть на территории России. Надо восстанавливать пионеров. Когда приходилось закупать за рубежом, и руководство компании нашей, и вообще в отрасли крупной компании пытались как-то соединиться, и даже выйти с предложением как-то восстановить вот эту вот культуру макулатурную. Но это такая, системный такой застой, что восстановить это без участия государства невозможно. А со стороны государства в ответ просто тишина и никакого взаимодействия. Сергей Георгиевич вам хочет ответить на этот вопрос. Значит, вся система, которая сегодня строится, ну, можете зайти на сайт национального объединения, мы только-то вот его открыли, поэтому национальный объединение саморегионных организаций операторов по обращению с отходами. Так вот, два момента. Во-первых, государство повернулось, и поручение президента этого года о том, что весь пакет документов 1 мая 2014 года должен быть принят, в том числе постановление правительства оно есть, и я думаю, что правительство исполнит это поручение президента. Это раз. И вот, второе, значит, создание биржи вторичного сырья, то, чем мы заниматься будем в ближайшее время, позволит таким, как и предпринимателям, получать информацию, откуда можно будет брать это сырье, по каким ценам, и далее, как обычная биржа. Василий, слушаем вас, вы на линии. Значит, я хочу сказать, что вы говорили о комарах, а слона не заметили. То есть, первое, из трех моментов вопрос получается. Значит, первое обговорили, когда из старой получается мусор. Второй момент получается, что когда из этого мусора можно, как говорится, сделать полезные вещи. Второе. И третье, которое не подходит в две первые стадии, вы упорно всю передачу молчали, называли твердые отходы, а самое твердое, стекло, банки, вы так и не сказали за всю передачу. Единственное, в конце передачи обмолвилась только женщина, сказала бутылки. Бутылки принимают. Да, еще отделение от органики. Так вот, когда принимали раньше в эти приемные пункты, то принимали чистые, смотрели, чтобы чистые. То есть, не нужно ни производить, тратить энергию, да? И в готовом виде, пожалуйста, банки и все. Потому что в одном лице, например, у меня за год накапливается, 100-150 этих банок, консервы там и прочее, всякое такое. Василий, быстренько у нас заканчивается эфирное время. Вы совершенно... Принимать приемные пункты, закрыли по всяким... Да, вы совершенно правы. Я думаю, что национальное СРО тоже над этой темой будет работать, да, Сергей Юрьевич? Один процент, не более, в общем, отходится. Но я вам сразу скажу, мы сегодня... Точнее, тот, кто работает с бытовым мусором, не смотрит на чистоту посуды, потому что она, наверное, идет вся под бой. Стеклобой. Стеклобой. В основе своей руки не нужны, да. Поэтому на сегодняшний день чистота не нужна, потому что все это пройдет. Вы находитесь на волне 99,6, радио Финам-ФМ. У нас передача практически уже состоялась о твердоботовых отходах, или просто мусор, или отходы жизнедеятельности, то, что мы как бы привыкли называть в бытовой практике. И буквально по 10 секунд. В какое будущее вы верите в этой теме, Александр Александрович? Ну, я думаю так, что надо поменять восприятие мусора, как чего-то гадкого. Надо свалки превратить из проклятия в богатство. Это вечно возобновляемый ресурс. Сергей Юрьевич? Да. А я добавил сюда экономический стимул для того, чтобы это восприятие быстрее изменилось. То есть мы, наконец-то, должны стать цивилизованными потребителями мусора. Мусор должен стать товаром. Он должен продаваться на рынке, покупаться на рынке. И из первичной упаковки для продуктов это вторичная, это одежда. И всем, чем мы пользуемся уже дальше. Цикл оборот ресурсов. Цикл оборот. В Германии самое интересное, до девяти раз оборот бумаги. У нас этого практически нет. Спасибо за активное очень сегодня обсуждение этой темы. Спасибо всем, кто приходил. У меня в студии был Милушкин Сергей Юрьевич и Минин Альфред Ашплерович. Я прощаюсь с вами. Ведущий Андрей Широков. Спасибо.